с трезвой головой посидеть и подумать короче ребята я немножко в шоке накажут привет ребята опять короче объявился домушник вверху по реке три избы разбомбил и вниз по реке тоже одну из бора сбомбил мою не тронул подозревая что как раз в это время мы находились с женой в избе ездили с ночевкой но ночевку то мы не планировали просто так получилось что алтай ушел за лосями и ждали его здесь сутки пока он вернется алтая вязкость на сутки привез короче кусок железа хочу им закрыть окно приварил навесы в общем вы увидите как и это сделаю закрою железом окно дверь открою на растопашку пускай медведь заходе смотришь там ничего съедобного нет и валить на все четыре стороны домушник этот похоже орудует один везде отмечается небольшой следок мишка не крупный и и и и и Вообще конечно я не так планировал. Не чтобы снизу вверх открывалась, не сверху вниз, а хотел чтобы открывалась бок, но так как это расстояние я делал на глаз, наугад, не угодил в бревна, а один навес идет в паз. Прибивать сюда доску, ну блин мне это вообще не хочется, поэтому сделаю вот так. Делаю на шпингалеты, один старинный такой, найдет свое применение, ну этот советский наверное. Закреплю таким образом, так как все делаю на скорую руку, а потом сделаю скобки и еще бревнышко будет поперек. Я думаю, что это достаточно надежно для медведя, главное чтобы он не посмотрел это видео и вот эти подсказки, что все вот так вот просто снимается. Сейчас смотрю думаю, а как я прибивать то буду, вот одно отверстие, и вот там второе. Но, а вот эта штука походу прикипела просто. Ааа, она расклепана. И как же я буду выходить из этого положения. Так, она расклепана в этом месте на одну заклепку. Значит она должна крутиться на этой заклепке по кругу. Сейчас попробую. Совсем заклепка отлетела, но это не страшно, все равно гвоздь будет держать. Под маленький шпингалет нужен саморез или гвоздик маленький в потай. У меня его нету, только большие гвозди, поэтому делаю сюда вертлюк. Была информация, что одного медведя шлепнули с разрезанной мозолью передней лапы. Я расслабился, думаю это домушника шлепнули. Но, похоже, рано расслабился, опять начал свой рейд, господин домушник. И говорят опять лапа маленькая. Удивительно, но третий год он ходит по избам и никак не растет. Это, учитывая, что он съел просто килограммы сахарного песка, килограммы запасов различных хлебных изделий, хлебно-булочных, консервы. В общем, очень много у людей было оставлено продуктов по избам. Все это он слопал и никак не может набрать вес. Короче, ребята, я немножко в шоке накажусь. Пролит чай, разбито стекло. Короче, ребята, я уже сплю. Вдруг слышу шум. Бьется стекло. Я, короче, с просоня. Понять еще ничего не могу. Потом осознаю, короче, что в избу лезет медведь в окно. Лапа, короче, понимаете, я глаза, когда открываю, вот здесь лапа шарит. Так, даже голова еще хреново соображает. Непонятно вообще как. Почему чай пролит был. Адреналинчику хапнул вообще нормально. Пипец, короче, ситуация. Очень опасно было. И понимаете, в чем дело. О, блин, навигатор еще валяется. У меня разбой был запущен в избу. И он вообще не понял, что происходит. Уже разбилось стекло. Когда я вскочил, я заорал, короче. Я не понимаю вообще, что мне делать. Где у меня ружье. Заряжено оно. Не заряжено. Где фонарик. Короче, все, что я смог сообразить, это заорать. Когда уже стал приходить в себя. Это уже, наверное, минута прошла. Взял ружье в руки. Нашел фонарик. Я еще долго не мог найти фонарик. А фонарик висел вот здесь, на этом крючке. Но пока мне дошло в голове, вспомнил, куда я там мог вообще повесить. Нащупал в темноте. Вышел на улицу. И только тогда разбой понял. Он взверошился, короче, забегал. Понял, что тут был медведь. Но за ним так и не ушел. Даже не знаю вообще, что мне сейчас делать. Ложиться дальше, спать. Время 12 часов. Короче, ружье не выпуская из рук. Потому что сейчас, как никогда, осознаешь, что этот медведь может спокойно напасть на человека. Я ору, он не реагирует. Первые секунды он вообще не реагировал на меня. Сейчас выходил на улицу. Кстати, довольно неприятное ощущение. Потому что фонарь пробивает, наверное, метров пять всего пространство вокруг. Поднялся туман сильный. И бог его знает, этого медведя вылетит с этих пяти метров. Разбой и бежал куда-то к реке. Но этого мишку надо убирать. Но как его убрать? Иголка в стоге сена. Медведей много. Домушник один. А сегодня я от него был меньше полуметра расстояния. Вот, ребята, я спал. Вот здесь я просто, знаете, с вечера прилег и заснул. Не готовил себе постельное, ничего. Просто на свернутом матрасе лежал головой. И вырубился. Я просто не высыпался несколько дней. Эта изба, она же построена. Кто-то смотрел, может быть, зимой. Я несколько дней жил в дощатой избе. Она вся сосулями обросла. Батина старая изба. Была построена для сенокоса. Так вот, эту избу я поставил недалеко от той избы. Для того, чтобы нормально зимой можно было здесь ночевать, не мерзнуть. Сейчас выходил, слушал. Думаю, может быть, медведь там орудует. А может, он там уже был, пока я спал. Сначала, может быть, разнес ту избу, потом пришел сюда. Или наоборот, сначала сюда, потом хотел туда. Ну, короче, бог его знает. И я слушаю, но в то же время понимаю, что без Алтая, с разбоем, идти туда, к этому медведю, мне страшно. Первый раз страшно. Пусть страх не сильный, и, наверное, я смогу преодолеть и сходить сейчас туда. Но он имеется. Раньше его не было. Раньше его не было. Самая главная моя ошибка, наверное, это то, что я запустил собаку в избу. Собака вообще под нарами лежит, даже не поняла, что произошло. Стекло, стекла сыплются на нее там. Ты вообще не понимаешь, что это медведь. Никакого запаха не учуяло, пока я не выпустил на улицу. Если бы собака была на улице, его надо садить на привязь, потому что он бежит. Вот даже сейчас он бегает там к реке, где-то, короче, шарится. Я смотрел по навигатору. 100 метров, 120 от избы уходит. То есть, медведь мог бы прийти, собаке здесь могло не оказаться просто. Если садить на привязь, медведь вполне вероятно, что мог бы задавить собаку. Почему бы и нет? Но, с другой стороны, собака учуяла его бы, услышала, дала голос, и у меня было бы вот это время, чтобы прийти в себя, понять, что происходит, понять, где ружье, заряжено оно или не заряжено, взять в руки. И если медведь все равно полез бы в окно, я бы его хлопнул. Либо вышел на улицу, возможно, увидел бы и сделал бы выстрел. Короче, ребята, это все надо с трезвой головой посидеть и подумать. О screwed. О leuk。 О О О О О О О О Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 господа защитники животных животных защищать конечно надо я ничего против не имею но надо делать это с головой вы поймите если запретить охоту полностью о чем сейчас очень часто кричат в интернете и не только в интернете то зверь начнет терять страх перед человеком участятся случаи нападения на людей на жилище людей есть такое понятие как емкость охот угодий это когда определенный участок леса способен вместить в себя определенное количество зверя и когда количество зверя превышает норму то им просто не хватает кормовой базы и вот если в лесу зверю перестанет хватать кормовой базы где он будет искать себе корм как вы думаете если охота будет запрещено полностью уже через несколько лет зверь полезет в города деревнях жить просто будет невозможно если вы думаете что вы живя в городе и вас это никак не коснется обязательно коснется вы же выбираетесь на пикник иногда за город не будете выбираться больше жить в городах и ставить по периметру города какую-то охрану от зверя что за бред мне очень жалко зверя на самом деле даже наверно слишком жалко для охотника когда зверь попадает тот же медведь попадает мне на фото ловушку и в этом районе стараюсь не охотиться на эту медведя потому что мне его просто очень жалко я увидел живую видел на видео когда охотишься этой жалости нету но так как я снимаю фильмы об охоте то потом после после охоты уже при монтаже становится очень жалко честно говоря это просто камень на душе какой-то скорее бы уже рассвело просто я не знаю очень хочется поставить точку поставить жирную точку во всем этом деле с этим домушником и он был от меня в нескольких сантиметрах даже наверно не в десятках сантиметров в нескольких сантиметрах если он дотянулся до чайника он также мог дотянуться до меня и упустил я удивляюсь как собака могла находясь под нарами не понять что происходит не понять не учуете вообще медведя что он наполовину уже залез в избу я вообще его запустил да просто не хотел чтобы он убегал тут бегал далеко короче по периметру тут бегал вокруг из бы я и спать то не хотел прилег так чудо смотрела короче меня в общем ребята сейчас расскажу всю хронологию событий пока еще свежо в памяти никакие детали не упустил забыл в общем я спал напоминаю что спать я не собирался прилег просто просто прилег и заснул вечером лежал вот здесь вот этот свернутый матрас был подушкой сквозь сон слышу удары по стене видимо медведь когда стал на задние лапы начал нащупывать окно так как для него это дело совсем не новое он уже знает где и с какой стороны забраться в избу все это было буквально секунды я слышу сквозь сон но я не просыпаюсь сплю потом полетели стекла в этот момент я понимаю что это медведь ломится в избу вскакивает вижу как лапа черная шерудит из окна вот здесь вот по столу я кричу никакой реакции от медведя в этот момент я начинаю скакивать кричу второй раз и были лапа убирается и вижу задницу удаляющийся резко и растворяющийся в темноте я начинаю вспоминать где у меня фонарик где ружье но я не могу вспомнить кстати это очень важно наверное если у тебя ни одна из бату надо делать точно такое же расположение и все вещи должны быть на своих местах в каждой избе одинаково если у меня вот здесь крючок куда я вешу фонарик то и в других избах должно быть точно так же в общем я вспоминаю где фонарик где ружье здесь рукой пощупала ружья не нашел начал общупывать нары в поиске фонарика потом вспомнил что здесь у меня есть крючок я сюда весил фонарик не то что я сегодня весил фонарика иногда вешаю сюда фонарик нашел нащупал фонарик в включил его взял ружье потом начал вспоминать где у меня еще дополнительные патроны очень долго это тоже по моему вспоминал короче говорю это повод задуматься обо всем но конечно вот этот вид черные лапы из окна шарудящий представляете да вот я лежу вот я сижу как я вскочил и лапа дотягивается вот до сюда и смех и грех ребят пока великий медвежатник собакой лайкой медвежатницы спокойненько отдыхал в избушке буквально в 300 метрах вторую избу медведь разбирал а потом принялся из-за ту в которой мы спали пипец надел делов тут опять пол избы разобрал елки-палки разбой ладно я ты-то как проспал этого медведя стекло не разбил хоть ладно стекло не разбил так стену разобрал сейчас скажу к бочке где у меня фотоловушка поставлена медведь как раз ту сторону убежал от меня посмотреть может быть он попался в кадр на этого злодея что он из себя представляет вот смотрите вот аббакина изба стоит а вот здесь вот стоит моя расстояние не больше 300 метров был бы я сегодня с алтаем был бы реальный шанс добыть этого медведя шанс конечно у меня уже был я не не мог вспомнить где моя ружья я похоже не был на приводе потому что банка консервов тут я оставил специально она не тронута те медведи которые посещают приводу они эти банки не знают не пробовали на вкус а вот домушник их короче любит поесть они же не пахнут сами по себе и обычный медведь не в курсе что там вкусняшка домушник эти банки разгрызает смотрите как удобно надо фото ловушку в избушку занести опа даже заходить не надо я пота короче я не знаю что мне делать опять же говорю был бы алтай был бы шанс с разбоем шансов нет он боится а а а а а а и а и 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 но эти доски целы можно обратно приколотить остается делать буду собираться домой тапочки приготовил окно закрыл и видимо пока орудует домушник следующий раз в этой избе буду ночевать закрытым окном